Родился Михаил Шолохов 24 мая 1905 года на хуторе Кружилинском в станице Вешенской. Отца звали Александр Шолохов, а мать Анастасия Кузнецова. Александр был наемным работником, постоянного дохода не имел, поэтому семье приходилось часто переезжать. Спустя пять лет после рождения Михаила Шолоховы уехали из хутора Кружилинского. Глава семьи нашел работу у купца из станицы Каргинской, близ Ростова. Миша подрос и пришло время учить его грамоте. Родители смогли обеспечить ему домашнее обучение в лице учителя Тимофея Мрыхина. Ребенку очень понравилось учиться, он подолгу сидел над книгами и научился писать и считать. В 1912 году Шолохов стал учеником Каргинского приходского училища. Одним из педагогов мальчика был Михаил Копылов, черты которого явно прослеживаются в одном из героев романа «Тихий дон». В 1914 году у Михаила воспалились глаза и его отправили лечиться в Москву. В год революции отец будущего писателя получил должность управляющего паровой мельницей в станице Яландской под Ростовом. В 1920 семья Шолохов снова меняет место жительства и оказывается в станице Каргинской. Спустя пять лет в 1925 году умирает отец Михаила Шолохова Александр Михайлович. Михаил Шолохов остался равнодушным к идеям Октябрьской революции. Он в ней не участвовал и не выказывал симпатии ни красным, ни белым, просто принял победу большевиков как должное. В 1930 он стал членом партии. Творческая биография Михаила Шолохова началась в 1923 году, когда он впервые напечатал свои филитоны в «Юношеской правде». Свои сатирические рассказы под названием «Три испытания ревизор» он писал под псевдонимом Мих Шолох. Потом он написал рассказ «Зверь», в котором главным героем был комиссар, прудразверский бродягин. Он возвращается домой и узнает, что отца признали врагом народа. В 1924 это произведение должно было попасть на странице альманаха «Малогвардеец», но редакция приняла решение отказать писателю в его издании. Шолохов после этого заключил договор о сотрудничестве с изданием «Молодой ленинец». Его произведения печатали и другие комсомольские газеты. Потом эти разрозненные рассказы и повести вошли в книгу «Глазуревая степь» и цикл «Донские рассказы». Однако «Мировая слава» пришла к писателю намного позже, когда он написал свой знаменитый роман «Четырехтомник» «Тихий дон». Критики уже давно подставили это произведение Шолохова в один ряд с романом Толстого «Война и мир». «Тихий дон» стал классикой русского романа XX века. Он включен в школьную вузовскую программу. На нем выросло не одно поколение школьников и студентов. В 1930 году Шолохов начал писать еще одно свое знаменитое произведение – роман «Поднятая целина», который увидел свет только в 1950 году. Тема войны тоже нашла отклик в его творчестве. Ей посвящены романы «Судьба человека», и они сражались за Родину. Последнее произведение автор писал с большими перерывами – с 1942 по 1944 и потом в 1949 и 1969 годах. Перед самой своей смертью писатель сжег роман «Они сражались за Родину», поэтому до наших дней дошли только его части. С получением Нобелевской премии тоже было не все так гладко. Первый раз Шолохова выдвинули на соискание звания лауреата в 1958 году, тогда как имя Бориса Пастернака уже седьмой раз появлялось в этом списке. Литераторы Союза писателей СССР как раз были с визитом в Швеции и узнали, что Шолохов тоже номинируется на эту премию. Тогда все склонялись к тому, чтобы присвоить почетную награду Пастернаку. И правительство СССР вынуждено было отправить телеграмму Пасху Швеции, в которого на сказательной форме было рекомендовано наградить ее Шолохова. В том же послании особое ударение делалось на то, что Пастернак не является популярным в СССР и его творчество не представляет ценности для советских людей. Такому поведению властей было объяснение. После выхода романа Пастернака доктор Живаго его начали преследовать не только власти, но и коллеги по цеху. И после того, как ему все же дали Нобелевскую премию в 1958 году, разгорелся настоящий скандал. Пастернак не выдержал травли и отказался от почетной награды. А для Шолохова звездный час наступил только в 1965 году, когда он стал Нобелевским лауреатом. На церемонии вручения он должен был поклониться королю Швеции, но Михаил Александрович стоял ровно, всем своим видом давая понять, что казаки ни перед кем не склоняют голову. Перед самой своей смертью писатель вернулся на малую родину, в станицу Вешенскую. Он почти не писал, примерно с 1960-х перестал печататься. Его любимыми занятиями были охота и рыбалка. Лучшим отдыхом стали прогулки по свежему воздуху. Известный писатель лауреат Сталинской и Ленинской премии не отказывал в помощи никому, не жалел денег на добрые дела. За счет его Нобелевской премии была построена школа. Сердце великого писателя остановилось 21 февраля 1984 года. Причиной смерти стала онкология, доктора обнаружили у него рак гортани. Местом успокоения писателя стало не кладбище, а двор его родного дома. Именем Шолохова назвали один из открытых астероидов, о нем снято много документальных проектов. Памятники Михаилу Шолохову есть почти во всех крупных городах России.